всем добрый день кто зашел к нам на наш канал кто нас смотрит всем 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 сегодня мы хотим с вами немножко поговорить и о розовых очках и о людях которые переезжают и которые переехали и она с вами и вообще обо всем обо всем во всем ну а также немножко о светлане качи ролики были последнее время сняты вот ну что вам сказать люди переезжают на юг с разными деньгами кто-то с минимальными суммами кто-то с большими суммами и у людей разный спрос на дома кому-то нужны дома с золотыми воротами а кому-то нужны просто стены чтобы сделать самому все под себя так что вот люди с разные комментарии пишут тоже разные есть люди которые готовы как говорится опереться на свою надежду чтобы думают ну что есть на юге можно все легко вырастить все легко получится у них во многом люди ошибаются здесь все это не так то просто что-то посадил и выросла как говорят палку вот книги все вырастет ковицу с осени забыл лопату в огороде весной она зацветет нет не так то все просто здесь ну и так же обо всем обо всем ну сначала давайте поговорим мы с вами просто скажем так кто хочет переехать если кому-то нужна помощь какая-то обращайтесь звоните мы вам поможем мы вас можем встретить с поезда сопроводить помочь найти дома и прочее прочее заключить также сделку и все остальное вот так что пишут разные комментарии у нас что вот особенно про свету что вот света купила дом дом под снос потому что понимаете у людей есть разные понятия что такое дом у кого-то есть суммы большие у кого-то есть суммы маленький кто-то натуре переезжает без денег вот например как мы переехали без денег мы переехали с одной бумажкой за счет материнского капитала у нас был материнский капитал бумажка вот зарплата у меня была 1040 месяц галя не работала накопление никаких у нас не было я рассчитался с работы получил отпускные расчетные у нас вышло где-то 1060 но мы взяли бумажку материнский капитал зацепили прицепа оборудовали его как дом и поехали на юг жили ночевали мы в прицепе пока искали дом вот пока дом мы нашли когда потом уехали правда в гости под краснодар жить знакомым месяц жили у них ждали заключения сделки почему так долго потому что мы ждали когда у нас ребенку исполнится три года чтобы материнский капитал вступил в законную силу ну вот таким способом мы уже сюда переехали ну по дороге конечно я зарабатывал это конечно не в эфире сказано будет как я зарабатывал по дороге но мы заработали денег на следующую поездку и на следующую поездку его таким способом мы переехали когда переехали окончательно я домой зашел говорю у меня вот ни копейки денег нету больше в кармане бак полный и ну-ка же все денег ноль но бак полный я на третий день устроился на работу и начал работать первый день получил первую тысячу аванса во второй день я получил 3000 аванса и так потихонечку потихонечку у нас все наладилось короче как вот обзавелись потом своим хозяйством и все все у нас стало хорошо лучше я в себе я был уверен что я найду работу у меня были все ко мне все категории плюс категория тракториста есть три или четыре не до категории там я не боялся что я стану без работы я по-любому найду себе работу вот есть люди разные есть есть люди едут заниматься сельским хозяйством суда кто-то кричит я приеду заведу корову две-три бычков кто-то кричит я приеду поросятами займусь кто-то где я буду бролеров разводить зарабатывать кто-то говорит я приеду сад посажу себе яблоки вишни черешни груши буду продавать кто-то говорит там что я клубникой займусь кто-то как я чесноком займусь но у всех разные понятия кто чем хочет заняться конечно до заниматься можно всем все что я перечислила все можно здесь заниматься всем но здесь есть всякие зоны риска например взять поросят в том году здесь шел свиной гриб и всех поросят люди повырезали у кого-то они успели кто успел тут успел за повырезать а вот они все погибли это вот риск такой с огородом риск тоже можно насадить саженцев если у вас нет полива они все засохнут вы опять потеряете деньги также можно засадить там я не знаю картошки картошка тоже может быть не урожай или тоже возможно поливать не каждый год она уродится ну сами понимаете что здесь очень рискованная земледелие заниматься вот этим именно выращиванием что-то вырастить на огороде это очень рискованно сегодня но есть завтра нет сегодня но сгорело на солнце все и все у вас ничего не получится также колорадский жук на по нападу нападает с этим совсем бороться сорняк очень сильно дожди пойдут очень сильно сорняк прет опять не в тему сухо не так и сыра не так вот здесь с этим все тоже рискованно прежде чем на что-то надеяться на надеяться сначала на себя на свои силы если вы на свои силы не надеетесь и вы не уверенны в себе у вас может ничего не получится вот такая история можно конечно по всякому кто чем занимается кто-то занимается заработками в интернете удаленная работа есть у кого-то но у кого чего а переехав на юг жить вы учтите сразу вы едете из города но вы едете в деревню это любая станица любой село любой хутор это та же самая деревня здесь очень слабо развита инфраструктура во всех станицах где-то что то есть где-то станицы есть посильнее развиты у них есть там и бассейн может быть есть клубы есть кинотеатры есть рестораны еще что то есть но это не во всех станицах так что запомните вы переезжаете в деревню здесь потому что все вот эта инфраструктура вся она немножко слабовато до садике школы садики в школы возят детей даже если недалеко живут от школы с этим до садике придется приходится конечно возить самим детей если далеко садик школьный автобус детей садик не берет вот что еще такое интересно вам сказать даже не знаю но мы сейчас подумаем сами о чем еще поговорить интересном так и просьба вот это ваши розовые очки снимайте сразу смотрите на здраво на все очень здраво смотрите на все когда дом смотрите вы смотрите тщательно дом чтобы нас устраивал дома в основном идут саманные есть саманные дома обложены кирпичом есть дома шелеванные это обитый вагонкой есть дома покрыты сайдингом но это поверх шелевки уже в основном покрывает сайдингом их есть дома даже вот я встречал просто обитый железом сама железом обит крыши здесь шиферные есть железные крыши ну это все делается конечно если в ваших это силах это все можно сделать все можно отремонтировать главное на смыть фундамент обноску чтоб все было хорошо чтоб дом был старался без трещин быть чтобы крыша была прямая у него потому что первый показатель дома если дом кривой крыша кривая значит дом уже где-то дал просадку еще чего-то трещины замазаны значит просто замаскированы надо смотреть по именно по крыше в основном ориентироваться если крыша конек крыша ровненький все крыша ровненькая значит с домом проблем меньше значит он никакой осадки не дал ничего вот так же надо обращать внимание на окна на фундамент ну и вообще многие конечно хотят покупать дома я заметил нам нужен дом с садом на досад чтобы уже большой все было готово это глупость это большая глупость большой сад вы купите через два-три года вы его вырубите весь и посадите молодой новый сад лучше брать с молодым новым садом через два года он у вас уже будет хорошо плодоносить все уже будет у меня грозы были у нас такие зрители пассажиры как бы цену не пассажиры люди которые помогали которому переезжать они искали сад большими деревьями чтобы деревья были уже плодоносящие здоровые я смотрел так думал да зачем это берете они еще не завтра могут погибнуть просто погибнуть и вы останетесь просто без ничего вам придется сажать молодой сад просто эти выкорчевывать все это глупость конечно так что если у кого-то есть какие-то вопросы под видео снизу будут у меня номера телефонов по которым вы можете всегда в любой момент позвонить поинтересоваться спросить или просто самой поговорить если вам захочется с кем-то поболтать я отвечаю всем никому не отказываю со всеми рад разговаривать даже и по полчаса и по часу если вы хотите это ну советов могу дать кое-каких не все советы расскажешь где-то что-то есть какие-то у вас вопросы свои где-то какая вода где какие ветра где еще чего-то где какая погода где-то больше снега где больше дождей где чего в каком районе я ездил по всему краснодарскому краю и летом и зимой видал все отличия погоды вот и знаю уже где какая погода творится у нас и где какой климат в основном где сырой где влажный где например комаров много где их мало где их вообще нету так что звоните спрашивайте интересуйтесь постараюсь ответить на все ваши вопросы вот так что вот но чего просвета немножко поговорить света до женщина такая она настроенная очень сильно настроенная дом у нее скажу неплохой дом она купила конечно я скажу что вообще даром достался там 200 тысяч стоит только один участок можно сказать потому что он находится в старой минской старыми офисов старый минской потому что он находится в этой как его забыл станицу канеловской канеловская станица газ официрована там есть газ вода свет все там есть тем более это все идет у не по поможи воду ей подключил свет и сейчас подключат газ там с газом немножко не знаю пока что там творится у них ну старые хозяева сказать что он даже вроде как проплачено за газ вот ну когда-то было проплачено и я не знаю ничего толком это я не узнавал сам дом конечно у него можно сказать шлакоблочный дом крепкий то что по улице треснула штукатурка это мелочи это она просто по улице треснула сквозной трещины нету внутри на сама этом на шлакоблоке трещин нет сам шлакоблок не треснул вот я еще удивлялся почему-то надо трещина именно потолки такая широкая специально ползал интересовался вот там единственно чего у нее мое мнение я бы сделал как я бы вот если в целях то что вообще мало денег вообще мало денег и практически нет я бы сделал как я бы снял все полы деревянные что там остались сложил бы их купил в машину песка засыпал песком там все утрамбовал бы купил борматуры сетки сделал бы стяжку полов потом купил бы две балки всего лишь там две балки помять у нее на потолок поставил две новых балки эти же доски которой оторвал с пола прибил бы их на потолок потому что эти доски они там не гнилые они еще хорошие доски, прибил бы их на потолок это экономия денег была потом бы где-то подштукатурил все бы потолок сверху утеплил можно утеплить и опилком и так же как местные утепляют саманом глина с сеном залить можно сверху потолок потом купил бы гипсокартон потолок обшил бы гипсокартоном на пол бы конечно на стяжку уже линолеум постелил бы с подложечкой тепленький сделал бы потом бы взял глины саман, все стены отштукатурил бы глиной поверх глиняной штукатурки я бы взял простую штукатурку отштукатурил бы просто стены и поклеил ну плюс еще вставил бы конечно рамы пластиковые вот ну пару окон бы я конечно оттуда убрал бы заложил бы кирпичом все это и убрал бы пару окон еще бы лишних чтоб меньше покупать бы окон так же вставил бы двери вот вам пожалуйста все дом готовый минимальное вложение денег это практически надо что купить только два бруса получается гипсокартон на потолок штукатурку ну обои линолеум вот и все вложения в этот дом можно сказать все остальное это саман, глина видите и получится нормальный теплый дом единственное там надо еще ставить печку ну с печкой как она договорилась с печником там уже печник там ей сказал что хочет делать ставить печку сразу с отоплением с паровым отоплением потому что рядом газ потом будет она проводить газ ставить газовый котел чтоб можно было эту печку быстренько убрать и к этим трубам подключить газовый котел и получилось бы у нее вообще все замечательно уже и водопровод сделан трубы сделаны уже и все ну вот можно сказать вот такая смета по этому дому за дом 200 тысяч который купленный я думаю что ничего такого сложного там нету я бы сделал все это быстро я вот хочу еще приехать к свете помочь ей шифер там надо полтора листа затащить на крышу и прибить их закрыть старую дыру где был дымоход трубы шли и в одном месте там еще трещина есть тоже прикрыть ее чтобы крыша не текла у нее в доме ну вот такая история корочка со светиным домом я считаю света не проиграла нисколько купив дом за 200 тысяч за 200 тысяч в первую очередь конечно сейчас ей надо сделать летнюю кухонку и где она сможет проживать пока ремонтирует дом чем она хочет заниматься это она расскажет потом сама где она хочет работать и как что это все к Светлане в дальнейшем мы будем смотреть и снимать ролики эти все Светланины обязательно посмотрим как она будет строиться как она будет продвигаться и прочее мне даже самому интересно с одной стороны за такими людьми надо будет дать вот ну часто задают вопрос конечно нас про Соликамских Соликамский этот дом продали купили в Гуково квартиру себе по-моему двухкомнатную или однокомнатную не знаю и уехали туда жить так как там все это рядом с границей на Украине там все дома дешевые все жилье очень дешевое там они сейчас устроились на работу так же оба работают и все у них хорошо вот так вот так что если будут у вас какие-то вопросы еще я еще раз повторяю звоните мы постараемся вам помочь и советами и всем всем чем сможем так что всем пока до свидания до новых встреч до новых встреч